Жена говорит, скоро Новый Год, а у тебя только хоккей и рыбалка на уме, опять говорит, надо всем подарки покупать. Я говорю, успокойся, успокойся, любимая, ничего не надо покупать. Нам на прошлый Новый Год надарили столько всякого добра. Я говорю, мы все это передарим и ничего покупать не надо. Я говорю, вот зачем нам вот эта вот жуткая глиняная жаба с рогами? Давай ее кому-нибудь передарим. Давай мы ее твоей маме подарим. Им двоим веселее будет. Ну, жена, конечно, ты сейчас дошутишься, а сама вижу, уже в эту игру-то включилась, берет, значит, из этой кучи подарков коробку конфет. Говорит, ой, шикарная коробка конфет, давай фирсовым подарим. Я говорю, отличная идея, идея, говорю, гениальная, только фирсовы нам эти конфеты и подарили. Фирсовым Харламовым, Харламовым Петровым, Петровым Мальцевым, Мальцевым Маркиным, Маркиным Белелединовым, Белелединовым мы. Эти конфеты по городу путешествуют 40 лет. Половину конфет уже муравьи съели, он, говорю, весь ползает. Жена говорит, что-то они странно ползают по трое и шатаются. Ну, правильно, конфеты с коньяком. Она говорит, ой, ой, говорит, шикарная клюшка, не знаю, кто ее тебе подарил. Давай, говорит, эту клюшку подарим Егорычу. Я говорю, ну ты даешь. Егорычу 70 лет. Егорыч не играет в хоккей. Моя, говорит, играет. Я сто раз слышал, как он говорил, что ему надоела его старая клюшка. Я дальше говорю, говорю, это что, говорю, за, говорю, железный птеродактиль с клювом. Моя, говорит, сам ты птеродактиль. Это аист Макаровым подарим. Я говорю, гениально. У Макаровых семеро детей. Ему только аиста не хватало. Да этот Макаров сразу голову этому аисту оторвет. Она говорит, а вот, говорит, смотри, смотри, обложка для паспорта из кожи крокодила. Кому подарим? Я говорю, Светке. И у Светки будет самый гармоничный паспорт. Снаружи крокодил. Фотографию открывает. Внутри тоже крокодил. Она говорит, да смотри, колготки в сеточку. Ух ты, говорит, шикарная колготка. Я, говорит, себе оставила, но больно уж, размер большой не налезут. Кому подарим? Ирке или Светке? Я говорю, Федьке. Ну, Федька, он же браконьер. Я говорю, он же, говорю, рыбу сетями ловит. А тут как раз колготки в сеточку, рыбнадзор застукает. Он скажет, начальник, какая рыба? Что, не видишь, я колготки стираю? Моя говорит, смотри, свинья копилка, это надо кому-то подарить, у кого деньги водятся. Давай, говорит, подарим Аркадию Ивановичу. Он хвастался, что он на работе бабками ворочает. Я говорю, твой Аркадий Иванович массажистом в санатории для пожилых работает. Там бабками и ворочает. Ну, со спины на живот переворачивает. А вот эта рюмочка моя, говорит, мы эту рюмочку подарим Ирке. Я говорю, твоя Ирка так пьет. Ей надо трехлитровую банку пустую подарить. Вот ей будет рюмочка для ликера. Расческу, понятно, гургену моя. Говорит, ты что, гурген лысый? Я говорю, ты его спину видела? А там, значит, потом коробка такая, и на коробке написано, набор турок для кофе. Я говорю, давай вот эту коробку, вот эту точно Ирке подойдет. Я у жены спрашиваю, говорю, Ирку турки интересуют? Она говорит, Ирка когда выпьет, ее и турки интересуют, и египтяне, несмотря где она, отдыхает. Она в Питере на экскурсии была. Поддала чуть-чуть, увидела памятник Петру Первому. На коня залезла. Говорит, мужик, поехали к тебе. Он говорит, поехали. Даже конь заржал. А потом она говорит, смотри, кружечка, какая шикарная кружка. Написано, осло. Кому подарим? Я говорю, ну это Витьке. Витьке, Витька, кредит взял под 900% годовых. Ого, да, говорю, только это мастер, я одну букву исправлю. Вот, теперь другое дело, ослу. Ну и, говорит, книги еще, книги. Вот, смотри, книга лучший подарок. Я говорю, гениально. Значит, Муму дарим Ирке. Она как выпьет, она ничего не может сказать, кроме как Муму. Двенадцать стульев Макаровым. Да, у них новая квартира, им, конечно, как раз новая мебель не помешает. Да, от Элла подарим Егорычу. Да, он давно говорил, что хочет, но не знает, как ему от тещи избавиться. И тут, представляешь, жена мне вдруг говорит. Коля. Меня Коля зовут, если кто не знает. Жена говорит, Коля, а что же мы друг друга дарить-то будем? Ну, я, конечно, не думал, что речь про старый подарок идет. Говорю, ну, я честно тебе скажу, я говорю, я давно мечтаю о резиновой лодке. Она говорит, ты что? Это двадцать тысяч. Не, говорит, друг другу тоже ничего нового покупать не будем. Раздарим уже из того, что осталось. Вот я себе возьму вот эту вот шоколадку. Спасибо тебе, любимый, за подарок. Ну, а тебе последнее, что осталось. Да, книга. Лучший подарок. Классика. Достоевский. Как раз про тебя. Да, да, да. Идиот. Со старым Новым годом, любимый. Я, конечно, сначала расстроился, расстроился, а потом думаю, а ну, а чего, чем плохой подарок-то, книга-то, действительно, лучший подарок. Тем более, вот еще время до старого Нового года есть. Почитаю, пока на досуге, давно я эту книжку-то не читал. Открываю. Представляешь, а там лежит двадцать тысяч. Моя старая заначка, про которую я давно забыл. Как раз на резиновую куклу. Что я сказал? Лодку, да. Как раз на резиновую лодку хватит. Правильно в народе говорят. Книга лучший подарок на старый Новый год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова